чем жидкости отличаются от газов такая идея в общем все молекулы когда они в газообразном состоянии двигаются двигаются там летают очень быстро и у них настолько большая энергия что они не могут почувствовать притяжение друг другу они его чувствуют но они разлетаются и никак не могут держаться вместе но у них есть как бы такие ручки у каждой молекулы есть такие ручки которые она тянет другую молекулу и говорит эй схватить за мои ручки каждая молекула вытягивает их но когда они в газе они слишком быстро двигаются и не могут ими схватиться а вот когда температура падает молекулы двигаются медленнее 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 они уже могут схватиться своими ручками друг за другом да это на самом деле притягивающие связи но вот они могут схватиться и получается что они начинают между ними образовываются какие-то связи это связи недостаточно сильные чтобы удержать их все время рядом они там могут крутиться вокруг друг друга оплывать одна другую так далее двигаются общем вокруг друг друга но какой-то ближний порядок у них есть вот это главное отличие между жидкостями и газами да то есть они уже притягиваются друг другу какими-то связями и они чувствуют это из этого есть разные из этого есть разные выводы вот например один из них это то что жидкости в отличие от газов будут тоже заполнять объем данный им но у них будет определенный объем да газ какую коробку не засунь он заполнит весь объем а вот жидкость будет заполнять определенный объем потому что у молекул уже есть определенные связи друг с другом кстати размер этих связей примерно сопоставим с размером самих молекул то есть например если в от молекула воды по величине 10 минус 10 метров приблизительно то размер этих связей такой же и каждая молекула чувствует притяжательные связи от еще приблизительно пяти молекул конечно эта связь постепенно падает она слабее становится связь притягивающийся постепенно слабее становится зависимости от расстояния здесь сила связи но самое главное что значит примерно радиус пяти молекул что значит 10 минус 10 метра расстояние между молекулами или величина самой молекулы, то есть если величина самой молекулы 10 минус 10 метра, а наша величина скажем 2 метра, то по сравнению, как бы мы могли сравнить, если бы мы стали величиной от Земли до Луны, если бы наш рост был от Земли до Луны, то тогда по сравнению с рис hilastop302 мелхиост err. Цена молекулы была бы тоже 2 метра, то есть если бы нас растянули от Земли до Луны. земли до луны то молекулы и расстояние между ними стали примерно такими же как расстояние нашего роста ну вот собственно еще какие выводы из этого следует это то что в отличие от газов чуть более advanced материал в отличие от газов у которых есть в основном кинетическая энергия потому что тут молекулы газа они просто летают везде и в них есть все время кинетической энергии только то есть в их энергии преобладает кинетическая из-за того что молекулы жидкости связаны друг с другом вот эта связь ручками она образует потенциальную энергию то есть энергия которая может высвободиться в какой-то ситуации и поэтому у молекулы жидкости целости в целом у жидкости больше не преобладает конечно но уже большую часть занимает потенциальная энергия 50 на 50 кинетической и потенциальной то есть них появляется больше потенциальной энергии энергии связей очень мало ну 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 ну